История Кокса-Газового завода неразрывно связана с судьбой города Видное и всего Ленинского района, а потому посещение предприятия часто входит в рабочий график главы муниципалитета. Во встречу также приняли участие представители торгово-промышленной палаты, председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко и заместитель главы администрации Альберт Гранин. Во вступительном слове Валерий Венцель отметил роль коллектива предприятия в жизни Видного. Традиции Кокса-Газового завода, а именно традиции, связанные с отношением к той территории, где живешь и работаешь, они должны все-таки возрождаться в нашем современном Ленинском муниципальном районе. После смены рабочие выходили, создавали замечательные улицы, скверы, строили своими силами стадион. Я уже не говорю про детские сады, я не говорю уже про аллеи, я не говорю уже про жилые дома, которые нам подарил Кокса-Газовый завод. Только при таком подходе можно добиться хороших результатов, которые у нас в принципе на старте неплохие. Мы по итогам полугодия первого занимаем 11-ю позицию в рейтинге всех муниципалитетов Московской области. Главная цель встречи – живое общение с представителями трудового коллектива. На протяжении полутора часов глава отвечал на вопросы, беспокоящие работников Кокса-Газового завода. Это наш переход. Здесь мы писали об этом. А что с переходом? С переходом очень опасно. Мы поставили этот Кокса-Газ и камеру. Но летят, летят все равно. Хорошо, давайте мы рассмотрим на комиссии по безопасности дорожного движения. Прозвучали жалобы, касающиеся городского хозяйства. ПЛК-71-1, там прям посреди парковки, которая была в свое время реконструкции сделана возле дома, поставили какой-то ларек. Во-первых, непонятно, как там соблюдаются требования санитарии. Альберт Александрович, прямо вот сегодня отработайте после нашей встречи вот этот адрес. Но не только о проблемах говорили на этой встрече. Услышал глава района и слова благодарности от работников предприятия. От коллектива церкви дорожного хотелось бы выразить огромную благодарность вам за тот небольшой срок, в котором вы находитесь в должности главы Еленского района. Действительно, город преобразился. Город стал чище. Светы появились, новые цветы. Вот и своевременная уборка. Подобные встречи уже стали доброй традицией. По словам руководства завода, всегда носят конструктивный характер. Диалог между властью и тем, кто находится в районе непосредственно с производителями, он очень важен, потому что прямое общение всегда позволяет решать вопросы с большей скоростью, не затягиваться на какие-то нюансы, связанные с какими-то проволочками. Поэтому считаю, что это общение очень важно. В заключении встречи глава муниципалитета пригласила работников предприятия на празднование Дня города. Глава района отметил, что в рамках мероприятия состоится в том числе и чествование лучших работников завода. Максим Козлов, Владимир Рубежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.